Итак, всем тарем, и до доброго времени суток, это канал Луи Дмитрий и Ленивая. Если уж тебя каким-то чудом сюда занесло, то поставь лайк, дизлайк, напиши что-нибудь в комментариях, на канал подпишись, видео до конца досмотри. В общем, поучаствуй, ядрить твой корень тебе несложно, а мне приятно, а мне поддержка, а мне мотивация. Ну в общем, в этой так все прекрасно знаете. А тем, кто не знает, тем добро пожаловать. Ну что, продолжаются. Терепашки, как уж там, господи, тиммейдж, мутант. Поядрить твой в корень, а ну что ты лажай-то такая. О, спасибо. А, подожди, 300 тысяч? А. Хм, ну класс. Хм, 300 тысяч. А я был уверен, что он в четырех сутах добывается. То есть я был уверен, что 50 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч и следующее 400 тысяч. А конца 300 тысяч. Ха, любопытно. Ну ладно, окей, хорошо, что я ошибся. Как вы видите, у меня очень много жизней. Это все потому, что я выбрал такой очень лайтовый вариант прохождения. А именно, я применил в самом начале чит-код, вверх, вверх, вниз, вниз, на приятного старт. Благодаря которому можно сам начать выбрать, во-первых, уровень, с которого ты начинаешь. Но я выбрал сам первый. Так сказать, не стал тут ничего думать. Ну вот, поставил себе максимальное количество жизней на старте. То есть это 7. И, соответственно, нормальный уровень прохождения. Я поставил hard, ребят. Ну, то есть там можно... Вообще у меня такое воспоминание оставалось всегда, что раньше было три варианта. Здесь easy, normal и hard. В этом эмуляторе почему-то есть только easy и normal. Чертова знает. Пусть я ошибаюсь, конечно. Что-то неправда. Ну, то есть всегда так было. Может, я просто не помню. Вполне может быть. Ну, ладно. В общем, мы в канализации города Манхэттен. Летающего города Манхэттен, блин. Ну, как летающего парящего, блин. По причине того, что зачем-то Шерадуру это понадобилось. Я вот, честно говоря, вообще уже не помню. Реально был такой в игре. Или нет. О, в игре, в комикс, там еще где-то. Достали. Вот. Если было, то нафига он его поднимал. Ну, зачем-то поднял. Ладно. Шерадуру вообще странный персонаж. Очень мощный. Очень крутой. Очень страшный. И абсолютно лживой. Лживая, как не в себя. Вот. Это у нас любимая канализация. Собственно. И это, наверное, второй. Такой, скажем так. Как бы это обозвать? Первый сложный, реально сложный уровень был город. Сам Манхэттен. Вот второй сложный уровень, это, наверное, все-таки вот эта канализация. Я не знаю почему. Если так вдуматься, она не слишком сложная. То есть, помимо того, что, конечно, тут очень неприятный босс, он очень неприятный, потому что, ну, вы видите, кожаный лоб, это мутант-крокодил. Ну, очень мощный товарищ. О, сейчас начнется. Блин, отши эти дурацкие, как их там, господи. Забыл. Ей-богу забыл, как они называются. В общем, изобретение Багстара Стокмана. Ай. Слушай, я не этот какого. Я не люблю БДСМ. Отстань. Не от меня. Вот первый сейчас босс, по-моему, будет. Тожди, а, да, сейчас, 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 точно. Ну, этот момент я помню. Сейчас будет первый босс. Это большой красолов. Блин, я не пугаю, как эти роботы называются. Черт, успел все-таки. Блин, успел, а, скотина. Ребят, извините, я других черепашек... А, в смысле? Да, к сожалению, мы потеряли одну жизнь. Ну, ладно, это ничего страшного. У нас как-нибудь переживем. Блин, я, других черепашек, ребят, я уже говорил, в прошлый раз, пробовать не буду. Пользовать, точнее, не буду. Ну, на самом деле, я вот сейчас подумал, что действительно я очень сильно облажался в этом плане. Надо было в самом начале это сделать. То есть попробовать там одного, второго, третьего. Ну, видите, это умирать надо. А Леонард, это мой любимый персонаж. Аккуратнее, не надо. Это, по сути, ловушка. Поэтому других мы не будем. Теперь, по поводу сложности канализации. Я не знаю, с чем это связано, но почему тут у меня вообще, ну, вообще, скажем так, всегда там в прохождении черепашек именно город Манхэттен и канализация были вот для меня какими-то как-то вот самыми сложными уровнями. Какими-то, не знаю, неприятными какими-то подавляющими. Хотя вроде и музыка не такая уж плохая, ничего. Потому что вот, например, следующий уровень, да, тот же, по-моему, технодром, как по-моему, довольно прикольный. Вот. Да чтоб тебе. Так как разумеется, тухи-то раз. Он довольно прикольный. Следующий уровень, лифт, насколько я помню. Он тоже достаточно веселый такой. Весьма, как по мне. Да ладно, серьезно, блин. Достаточно такой прикольный этот уровень. Потом уровень на крыше. Тоже какой-то такой динамичный и так далее. То есть, ну, ну и, естественно, сам этот каранговский корабль. Но там уж, как говорится, он по умолчанию легким быть не может. Вот, ну, не знаю, вот почему-то именно вот эти два уровня, Манхэттен и канализация, для меня всегда казались какими-то особенно сложными. Вот, кстати, да, один из важных моментов, почему я так немножко еще, ну, не особо парился по поводу потери жизни, потому что здесь есть пицца. И, кстати, вот забавный эффект, сейчас, смотрите. Ну, во-первых, здесь вот это тоже важный момент, что, видите, сейчас. Вот, ты провалился. При том, что после того, как ты победишь противника, ты просто спрыгиваешь вниз. Очень странное решение. И вот еще интересный момент. Смотрите, видите, капелька капает. Сейчас, смотрите, если встать прям вот раз под нее, то сейчас встать, смотрите, по башке. Вроде мелочь, ну, казалось бы, ну, блин, вот даже это продумали. Ну, сейчас, естественно. Немаловажный момент, если прыгнуть в воду, то опять же так же потеряешь здоровье, хотя как черепаха чуть-чуть в воде будет. И вот, собственно, кожаный лол. Очень неприятный босс, потому что он... Вот. Его, вот эта крутилка, она по... Видите, она... Да, вот Леонардо, к сожалению, тут с ним проигрывает, потому что... Ах ты ж. Ах ты ж, смог. Подожди, он вроде по диагонали умеет бегать. Неожиданно. То есть, в принципе, крутилка у Леонардо... Получилось. В принципе, крутилка Леонардо и вращение вот этого кожаного лба, они одинаковые, но он, видите, из-за того, что он позже ее применяет. Получается, что как бы он перекручивает. Но при этом, например, если драться Микеланджело против него и Донателло с его спецударами, там все еще хуже. Единственное, что здесь получается в таком, ну, условно... Плюсе, это Рафаэль. С его быстрым спецударом. Но Рафаэль, он у него спецудар слабый очень. Вот в чем проблема. Сцена 6. That's fine. Пойдем, говорит, искать Эприл. Вот, собственно, технодром. Мощным прыжком мы отправляемся в разные точки технодрома. За что он моргнул. Не знаю, вот технодрома мне уже не кажется сложным. Какой-то бодрый такой, не знаю, музыка здесь. Почему так? Хрен знает. Ну ладно. Как обычно. Одна серия, так сказать, один раунд. Поэтому технодрома будем изучать в следующей серии. Ну а пока что, как обычно, поддержка канала и плейлист в описании под видео. Всех, кто это видео посмотрел, крепко обнимаю. Парни, глупые полиции, девушек, чмокую в щечку. Как говорится, вы все молодцы. Огромное спасибо за поддержку. 8-bit forever. Черепашки и ниндзя просто супер. Увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok